Копорская крепость Копорская крепость находится в небольшом населенном пункте Копорье Ленинградской области, в 12 километрах к югу от Копорской губы Финского залива, неподалеку от города Сосновый Бор. Я расскажу вам историю Копорской крепости. Деревянная крепость в Копорье была заложена в 1237 году немецкими рыцарями Ливонского ордена. Как и все средневековые крепости, служащие для обороны, она была построена на высоком месте, на небольшом скальном мысе Ижорской возвышенности, окруженном оврагами и рекой Копорка. Площадка, на которой она располагается, небольшая, всего 70 на 200 метров. В 1241 году Александр Невский при освобождении новгородских земель отбил деревянную крепость у немецких рыцарей и разрушил ее, изгнав захватчиков из Копорья. Почти через 40 лет, в 1280 году, сын Александра Невского, князь Дмитрий, впервые построил здесь каменный город, который через два года разрушили взбунтовавшиеся против него новгородцы. Заново восстановлена крепость была лишь через 17 лет, в 1297 году, из-за нависшей угрозы нападения иноземных захватчиков. В конце 15 века крепость была перестроена в еще более укрепленную и неприступную. В этом виде она и сохранилась до наших дней. Для ее строительства использовали местные материалы, а именно известняк. Толщина стен крепости 5 метров, высота 15 метров, высота башен 20 метров. В 1581 году Копорская крепость все же была завоевана шведами и вернулась к России лишь в 1590 году. Через 20 лет, в 1610 году, начинается русско-шведская война, и шведы захватывают пограничные новгородские земли. В 1611 году пала и крепость Копорья. Русско-шведская война длилась с 1610 по 1617 год и закончилась мирным договором, именуемым Столбовским миром. По этому договору шведы получили крепость Ям, нынешний Кингисепп, Ивангород, Копорье, Нотебург, нынешняя крепость Орешек и Кексгольм, нынешнее название Приозерск. Правивший в то время король Швеции Густав II Адольф радовался достигнутым результатам и говорил, «Теперь русские отделены от нас озерами, реками и болотами, через которые им не так-то легко будет проникнуть к нам». Король Густав II Адольф нередко посещал свои новые владения и подолгу останавливался в крепости Копорье. В результате русско-шведской войны и подписанного на Россию мирного столбовского договора, Россия на сто лет лишилась вышеперечисленных крепостей и выхода к Балтийскому морю. Только Петр I, государь, царь и великий князь всей Руси смог их вернуть в начале XVII века. В 1703 году в ходе Великой Северной войны или Двадцатилетней войны крепость Копорья была освобождена войсками русского полководца, графа Бориса Петровича Шереметьева. Великая Северная война, длившаяся с 1700 по 1721 год, закончилась поражением Швеции, после чего в Европе возникла новая империя – Российская. В 1708 году Петр I подарил крепость своему фавориту князю Александру Меншикову. Но в 1727 году Меншиков попал в немилость и был лишен всего имущества, в том числе и крепости Копорья, которая перешла в государственную казну. Следующими владельцами Копорья стали русские дворяне Зиновьевы. В 1763 году Копорская крепость была исключена из списка оборонительных сооружений, хотя во время Гражданской войны в 1919 году она еще послужила для защиты бойцам Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны эти земли вместе с крепостью были захвачены немецкими захватчиками. После кровопролитных боев 1 сентября 1941 года советские войска оставили Копорья, которое было освобождено ими лишь во второй половине дворя 1944 года. Здесь были сосредоточены значительные силы фашистов, защищавших направления Кингисеппу и Нарви, поэтому бои по освобождению этой территории были жесточайшими. В 2001 году крепость получила статус музея. В ней были проведены некоторые реставрационные работы, но в силу ее солидного возраста этого, безусловно, недостаточно. В целом здесь все пребывает в первозданном виде. В настоящее время Копорская крепость находится под охраной государства, экскурсии в ней разрешены только днем. Как в любой средневековой крепости, здесь водятся привидения, о чем повествуют легенды и народные сказания. Местные жители рассказывают о двух призраках. Первый дух – это призрак шведского короля Карла XII, бродящего по древним крепостным стенам. Второй дух – это призрак последнего владельца Копорья, Дмитрия Васильевича Зиновьева, покоящегося в фамильном склепе, расположенного на территории крепости. Дворянский род Зиновьевых владел Копорьем более ста лет, поэтому дух члена семьи до сих пор охраняет свои владения. В Копорской крепости также хранятся спрятанные сокровища, которые до сих пор не найдены. Самое лакомое из этих сокровищ – это мешки и сундуки золота шведского короля. Мы добрались до этого исторического места вечером, поэтому внутрь крепости мы, к сожалению, не попали, но зато сняли ее на закате. Если вам понравилось мое видео, то голосуйте, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.